Соответственно, у нас есть человек А, да, человек Б, да, собеседника. Понятно, что конфликт может быть внутренний, конфликт может быть групповой, конфликт может быть личностью с группой, но мы вот рассмотрим чисто один на один, да, потому что схема, собственно говоря, она примерно одна и та же. Так, у нас есть, значит, два собеседника, и у каждого из этих собеседников есть свое некое воззрение, да, ну, ой, воззрение, видение, видение мира, ситуации, ну, тут тоже видение, видение Б, А вот здесь у нас есть нечто, что мы можем назвать происходит, происходит что? Вот что-то происходит, один человек на это смотрит, второй на это смотрит. Когда это просто взгляд безотносительно другого собеседника, это просто происходит. Но когда это, вот это, что-то происходящее пересекается вдруг в двух взглядах, то вот это происходит что-то превращается у нас в происходит что-то не так. То есть тут маленькая добавочка такая, но она уже вызывает, когда я смотрю на что-то, у меня есть какое-то там мнение, я как-то к этому отношусь, но когда появляется другой человек, он мне может сказать абсолютно другое, что он видит. Ну, в общем, что-то не так. И вот как раз при переходе происходит и что-то происходит что-то не так, у нас начинают происходить вот эти наши разногласия. Но, это еще не все. У нас есть так называемая предконфликтная. То есть кроме того, что у нас есть некая причина, за которой мы вступаем в конфликт, у нас есть, ну, это условно так называемая предконфликтная ситуация, но именно в ней заключено то, что вот уже прозвучало, да, хочу понять, как можно не вступать в конфликт и как вот виновать его. Именно вот на этом этапе нужно все урегулировать очень даже дружелюбно. И фокус здесь закрыт. Главное понять, где это, не так. Смотри, сейчас вот это не так здесь как раз проявится, оно соединится. Значит, у нас здесь есть две составляющие. Две составляющие. Это составляющая внутренняя, А это составляющая внешняя. Внутренняя – это некое накопленное, ну, нечто, что в нас накопилось к тому моменту, когда мы встречаем собеседника и когда что-то происходит. А здесь же вот это в этом внутреннем нашем настроении. Какие-то ситуации, которые с нами происходили. А внешнее – это некие обстоятельства, в которых активизируется вот это что-то не так. Внешние обстоятельства или внешние ситуации. И вот это вот как раз активизирует и включает не так. Сейчас, если непонятно, сейчас дальше объясню. Смысл заключается в том, что, смотрите, вот мы пришли в коммуникацию. Вот про это объясняю. И каждый из нас вот в данный момент имеет свое настроение, имеет ряд ситуаций, которые в течение дня произошли и как-то накопились. Возможно, перед тем, как зайти в это помещение, нам кто-то наступил на ногу, толкнул, упал под руку. Вот это вот все в нас накапливается. Почему происходит не так? Потому что у нас заряд уже идет вот этого внутреннего накопления. И вот этот вот квадрат, он называется внутренний конфликт. Мы все живем или не живем с этим внутренним конфликтом. Вот этот внутренний конфликт и любое решение всех конфликтных ситуаций нужно начинать именно вот с этого квадрата. С наших накоплений ситуаций, настроений, в общем, нашего внутреннего мира. Ну или условно сейчас мы разложим этот внутренний конфликт, из чего он состоит. Потому что, смотрите, если вы приходите в хорошем настроении, куда-то, появляется собеседник, что-то происходит, и вот эта вот плюсовая, вот эта сумма должна перевести что-то происходит в что-то не так, то для этого включаются какие-то обстоятельства или какая-то ситуация. Ну, например, вот Саш пришел в хорошем настроении, я в хорошем настроении. Мы начинаем с ним здороваться, случайно рукой толкаем, падает чашка. И Саша на брюки. У Саши хорошее настроение, он говорит, ой, не заметил. Ситуация есть, но внутреннего конфликта на этот момент нет. Ну, вот это важнее, потому что если вот это есть, то внешние обстоятельства может из чего угодно сработать. Другой момент, да, мы пришли, у нас обоих там накопилось, вот здесь вот куча всего неразряженного. Кто торопит? Падает чашка, да, Саша подскакивает, говорит, ну че ты, как этот, а у меня тут тоже все кипит, я ему говорю, да не я, как этот, а этот, и как этот. Ну и все, и поехали, да. Вот, поэтому в любом конфликте, да, обычно, когда рассматривают конфликт, сразу переходят, что мы дальше сейчас нарисуем, к вот этим составляющим. Первое, этап, второй, третий, четвертый. На самом деле, любой конфликт можно решить на уровне именно вот этого. То есть, внешние обстоятельства, да, оно плюсуется, но если вот этот у нас квадрат проработан, проработан, то могут кружки падать, кирпичи, нас могут под руку толкать, может все что угодно происходить. Даже если мы эмоционально начинаем закипать, нам легче все равно осознанно выйти из этого, не углубляться далеко. То есть, ну, погрузиться на пару там этапов. Добавишься, хочу. Внешнее обстоятельство является, по сути, категоризатором. Да, я и говорю, что да, это, это, но если нечего активизировать, то оно не активизируется. Вот, а дальше, значит, предположим, что все это включилось, да, кружка упала, здесь все было нормально накоплено, и мы поехали. Все плюсанулось, и мы, значит, поехали. Значит, первый этап у нас получается. Ну, условно, мы его назовем соприкосновением. Если рассматривать этот этап с точки зрения субъектов, то это будет такое эмоционального состояния, возникает замешательство, да, такое замешательство. Угу. Кружка упала, да? Уже вот это некомфорт. Второй этап у нас будет. Это когда, начинай, это появляется недовольство. И здесь получается уже, если здесь было... Что такое написано? Замешайтесь. Замешайтесь. Не, там, по-моему, буква «эшш» должна быть. Ну, ладно. Замешение. Да, я ошибку увидел и говорю, что-то я не танцовал. Ладно. Значит, когда возникает... Мы переходим на второй этап. У нас возникает недовольство. И мы это уже воспринимаем. Здесь идет у нас... Если здесь замешательство, здесь уже пошло раздражение. Раздражение. А вот на этих двух этапах, это вот следующий, да? Вот, смотрите, первый, чтобы с конфликтом разобраться, первое, что нужно сделать, работать вот над этим квадратом, да? Вот это самое важное. Второе, если все-таки у нас и здесь, и здесь заряд ого-го, и мы все равно... И мы включаемся в конфликт, тогда у нас есть вторая возможность. На вот этом этапе еще выйти и не погрузиться в глубину конфликта. На этом этапе включены только эмоции. Здесь еще нету вот этих там перебранок, перепалок и включения физической активности. Поэтому здесь вот эта вторая возможность выйти легонько так из конфликта. Но если и здесь мы не выходим из конфликта, то тогда у нас происходит следующая ситуация. У нас возникает третий этап. Третий этап это вот можно условно назвать спор. Но здесь еще получается, включается... Здесь уже не на эмоции, а так. Я прав. Это позиция здесь. Я прав. И спор, он еще тоже конструктивен. В нем еще нету деструкции как таковой. Даже эмоции есть, но здесь есть... Я прав, но ты еще как бы вот... Не правей меня. Ты еще как бы в тени. Просто я прав. Сейчас я вот тебе скажу, как это вот... Если на этом этапе мы не выходим из конфликта, то мы переходим на четвертый. И его можно назвать ссор. Ссора это включает уже позицию другую. Ты не прав. Тут уже пошло. Все. Прости. Если на первом этапе, скажем, вероятность выйти из конфликта там 90%, то на этапе ссоры 10%, потому что здесь уже не только эмоции включены. Здесь уже и тело включено на уровне ощущений, и слова пошли. Они очень классно умеют так вот разжигать. В общем, все в топку идет, и уже пылает Игорь. Ну и пятый этап, с которого уже можно куда-нибудь всех выносить. Убийство. Ты как раз? Ну, как раз был конфликте. Да, 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 выноси. Это у нас получается... Ну, сам конфликт как таковый, да, считается. Конфликт или... Ну, в общем, пусть будет у нас с конфликтом, да. И здесь уже идет, вот на уровне эмоций, здесь идет агрессия. Здесь уже сложно на осознание на какое-то выходить. Здесь идет обида. Здесь хочется и... В общем, здесь обижается человек, и уже вот сюда пошло. Здесь мозги уже совсем все выключаются, получается все. Любикрым. Да. То есть, если на четвертое десять, то вот отсюда... Доль. Пока кто-нибудь не упадет. Да.